Меня вот ебёт, на самом деле, когда культуры, причём культуры древние, а культуры Северного Кавказа очень древние. Балкарцы, кстати, в меньшей степени. Балкарцы, кумыки и карачаевцы в меньшей степени древние, чем другие северокавказцы. Чем там адыги, например, или аварцы какие-нибудь, авары, правильно, по-моему. Неважно, неважно. Меня беспокоит, когда вот эти древние культуры подминает под себя ислам. Потому что ислам – это арабская этно-религия. Это не универсальная религия, как, например, христианство или буддизм. Ну, ислам себя постулирует, как универсальная религия. Важно отметить. Это арабская этно-религия. Вот иудаизм – это еврейская этно-религия. Ислам – это… С иудаизмом, да. С исламом – нет. Ну, по крайней мере, они так себя не постулируют. Ну, то есть, в принципе, если вы мусульманин, да хоть там чемнокожий, хоть там, не знаю, азиат. В целом уже не важно, лишь бы мусульманин. Это арабская этно-религия. Когда человек переходит в ислам, это не то, что он признает какого-то абстрактного бога каким-то там спасителем своей абстрактной бессмертной души. Нет. Человек дает присягу прежде всего арабской культуре. Да, ну, блядь, что за хуйня? Типа, с таким же успехом мы можем сказать, что человек, который принимает христианство, дает присягу христианской культуре. Ну, арабской, не арабской, европейской, западной, ну, не европейской, западной культуре. Западной христианской культуре. Западной, ну, типа, допустим, включая сюда и, собственно, Константинополь, да, ну, тоже такое, ну, относительно многих регионов, это вполне так себе запад, на самом деле, да. Ну, такая, да, западная религия, да, то есть, ну, территория запада, ну, а хули, ну, а хули нам. Ну, вы молитесь, именно, ну, вы, я не знаю, ты мусульманин или нет, ну, потому мусульмане молятся в сторону Мекки. Ну, это правда, правда, они молятся в сторону Мекки, но это нихуя не значит. Именно, потому что это религия, это религия мекканских арабов, даже не всех арабов, а конкретно арабов из Мекки. То есть, вы молитесь, повернувшись конкретно. Это правда, это правда, но это не аргумент. Факт правдивый, вывод неверный, вот как-то так. Ну, вот, к аравийской пустыне вы учите арабский в обязательном порядке, потому что вы... По-моему, большинство мусульман, которых я знаю, не знают арабского языка. Вы не можете молиться там на английском или на русском, это невозможно. Ну, это да, скорее всего, придётся молитвы на арабском учить, но это не значит, что вы будете учить арабский язык полностью. Ну, ладно. Ритуалы все мусульманские основаны на быте прямых последователей Магомета, да, которые... Асхабы, да. И так далее, и так далее, и так далее. Это правда, это правда, но почему это делает всё это арабская культура. Ну, арабская может быть отчасти понятно, почему это подчиняет всех арабам, но одновременно с этим. Может ли ислам существовать без арабов? Вопрос. Тогда, да? Может ли иудаизм существовать без евреев? Ответ нет. Ну, стопроцентный ответ нет. Ну, вы понимаете, почему, да? Может ли ислам существовать без арабов? Да. Да, может. Ну, собственно, вполне может. Вот всё. Это арабская этно-религия. И когда тюрок или адыг, или... Причём важно ещё понимать, какой ислам, потому что направлений ислама много неожиданно тоже. Если мы суннизм разбираем, ну, то одно дело. А если разные направления шиизма, то, ну, там уже всякое может быть, как говорится. Не знаю, ну, аварец, чеченец, ингуш, да? Когда он говорит «Ла Багда», он, в принципе, хотя бы частично, но вообще-то полностью отказывается от своей древней культуры. Каким образом? Ну, скорее всего, он и отказывается, да. Но тут другое дело, что ислам, как и христианство, например, но они заставляют отказываться от своих, в кавычках, древних, не древних культур. Это правда. Но это не отменяет универсальность ислама. Не скажу, метафизическое лицо. И от своего языка. И... Ну, нередко от языка тоже не отказываются. Говорить на двух языках – это почтенно. Ну, если мы будем вообще рассуждать о том, на каких языках говорят, собственно, христиане, да, какие языки лучше учить, чтобы там читать правильную, достоверную Библию, там, и всё такое, ну... Здесь тоже нюансики какие-нибудь всплывут, скорее всего. Вообще от наследия предков. И меня это всегда очень сильно беспокоит. То есть, я не запрещаю людям, ну, кто я, чтобы запрещать людям переходить в ислам? Переходить, конечно. Но... Я за сохранение древних коренных культур. Я за... Ну, а, кстати, я не против сохранения древних коренных культур. К вопросу. К вопросу об этом, да. Но ислам при этом, ну, достаточно универсальная религия. Но проблема заключается в том, что универсальные религии по типу христианства, буддизма, ислама... Ну, они всё равно заставляют вас отказываться от ваших старых прежних традиций. Это, как бы, очевидно. Причём, христианство в этом очень сильно. Ну, я не сторонник этнонационализма, но я сторонник культур, скорее, да. Вот этих разнообразных сохранений разных культурных особенностей. Потому что, теряя разные культуры, мы теряем разные позиции и мнения. Очень важные для изучения, исследования и понимания. То есть, я буквально теряю материалы для исследования, мне это не нравится. Это единственная причина, почему мне нужно, чтобы культуры сохранялись. Чтобы их исследовать. В живом их, в общем-то, потоке. А в остальном, ну, типа... Ну, типа, плевать. Separate, but equal. То есть, я за то, чтобы все были по отдельности, но при этом равны. Собственно, настоящее равенство, оно тогда и наступит только, когда все будут жить в своих этногосударствах. Что такое этногосударство? Да, этногосударство, это государство, которое проводит этническую политику целенаправленную. То есть, как абсолютный минимум, это наличие закона о репатриации. Если нет закона о репатриации, ты не этногосударство. Это хуйня какая-то. Значит, это вот абсолютный минимум для того, чтобы вы могли классифицироваться как этногосударство. Кстати говоря, у Украины есть закон о репатриации. Ну, к вопросу, если все государства начнут проводить этническую политику, что тогда делать людям со смешанным происхождением? Вопрос. А таких очень много. Таких в этот же самый момент обнаружится, что у нас дохуя. Ну, ладно. Между прочим, у Польши есть. Ну и, конечно же, у Израиля есть. Но у Израиля еще есть другие пункты, которые делают Израиль еще... Жить в пустыне. Идеально. ...еще в большей степени этногосударство. Потому что там проводится именно планомерная политика, значит, чтобы Израиль это было именно государство для евреев, созданное евреями. Нахуя? Главный вопрос. Окей, допустим. Ну, можно, допустим, так сделать. Ну, допустим, убьем всех, кто до смешанного происхождения. Пошли нахуй, сдохните, мрази. Нахуя? Зачем? Что пиздатого в этом? Что в этом хорошего? Какая польза миру от того, что все будут жить в этногосударствах? Ну и также вопрос, наверное, заключается в том, что, ну, например, на кому-то нам, русским, допустим, нужны ресурсы, которые находятся, допустим, в Ичкерии. Без них у нас бизнес плохо работает. Что нам в таком случае мешает вести, ну, ведя этнополитику про русских, вырезать, блядь, всю Ичкерию? Что мы не одобряем и не хотим этого делать сейчас, на данный момент, да, вот при нашем положении дел, мы хотим, чтобы все жили, процветали и были счастливы, да, но чтобы получить эти ресурсы, завоевать эту землю, нам придется либо всех прогнать, либо всех вырезать, а лучше, ну, вырезать, конечно, просто потому, что куда их прогонять, земля-то разделена, соответственно, да, ну, надо, значит, вырезать всех. Ну, такое, ну, такое в таком случае. Понятное дело, что сейчас всякие конфликты странные ведутся из-за очень каких-то абстрактных вещей, ну, тогда просто методы, ну, методы объяснения, объявления войны, они будут более конкретными и понятными, и последствия будут более понятными. И если наше государство, ведя военную деятельность, ну, наше, любое наше, неважно, в ком мы живем, будет ее, короче, вести, основная цель тогда, ну, по включению земель будет заключаться в том, что мы уничтожаем всех на этих землях, ну, или, блядь, очень сильно их тираним и доставляем быть своими рабами, ну, просто потому, что как-то оно иначе будет не очень. Ну, или нам нужен тогда мир без войн, в котором эти этно-государства будут просто так существовать, и слабые, и сильные, и какие угодно, а кто будет поддерживать слабые этно-государства? Хороший вопрос. Значит, как они будут выживать, эти этно-государства? Что будет, если они настолько ослабнут, что, ну, просто у нас будет просто, ну, там, демография падать регулярно, вот в этом этно-государстве? Ну, вот это государство по своим традициям и законам, ну, оно там не очень любит медицину, допустим, да? Ну, и пиздец, на убыль населения идет, например, подыкают люди очень-очень-очень массово. Что тогда делать? Что в таком случае творить? Непонятно, непонятно, непонятно. Более того, опять же, ну, такой принцип разделения очень сильно поделит государство, опять же, по мощи. Я уже говорил, да, что, вот, маргинал уже вначале сказал, это срано, я же не в сраном МГУ учился. Я учился в UCLA, блядь, UCLA, охуенное, короче, место, заебись для богов, да? Только проблема будет заключаться в том, что если мы поделим все на этно-государство, да даже ту же Россию, ну, мы это не рассматриваем, конечно, такой вариант вообще на практике, да? Ну, в теории давайте подумаем в этом. Ну, мы против этого всей душой, конечно, да? Так вот, какое, блядь, образование будет на Кавказе, например? Ну, вы представляете, какое образование? Сейчас человек с Кавказа образован, ну, может поехать там в МГУ, там, или в СПБГУ, или там, не знаю, в БФУ, какие-нибудь другие вузы нормальные, которые плюс-минус еще конкурентоспособны, то на своей территории что он там будет делать? Какое? Не очень круто. Более того, позвать специалистов из другой страны, чтобы они что-то сделали на постоянной основе, да, будет довольно трудно, то есть, ну, как-то, как-то их не будут любить на своей территории, если у нас эта политика будет проводиться, и люди будут как бы друг против друга там настраиваться, да, против представителей других этносов. Так, она не маус, не будет отбора, просто будут очень слабые нации, ну, некоторых, может, и убивать будут, может, и не будут, хуй его знает. Если войн не будет, если в мире, в котором не будет войн, просто некоторые нации будут постепенно деградировать, вымирать, им будет очень хуёво. Прожить они смогут тысячи лет, там, миллионы, не миллионы, но тысячи лет смогут прожить. Что ж там, не сдохнуть, не сложно. Давайте так, да, не вымереть не сложно, если вас не истребляют, не устраивают геноцид, не сжигают, там, не насилуют, да. Вот, если этого не происходит, даже при плохой медицине, при постоянных, там, чумах, уюмах и так далее, выжить, в принципе, как-то да получится. Популяция сохранится, но уровень жизни этой популяции снизится, ну, да пиздец какого уровня. Не каждой такой популяции, но некоторых почти наверняка. Ну, и у нас будут просто замученные народы, которых никто нигде и никогда спасать не будет, потому что, ну, на эту территорию никто не хочет заходить. Потому что здесь вот эти вот злые какие-то, чучбеки какие-нибудь, чучхары какие-нибудь, да, там, какие-нибудь, не знаю, ну, вы поняли, какие-то существа, которые просто вас не хотят здесь видеть. У них жёсткая национальная политика, этническая, просто пошли нахуй все отсюда с нашей территории. Ну, такое, честно говоря. Такое, честно говоря. Не очень вижу выгоду этого всего подхода. Самое главное, что они сохранят свою этнокультуру, а нахуя. Вопрос, нахуя. Более того, основная проблема заключается в том, что большая часть этнокультуры уже давно вымерла. Да, ну, факт, факт. Большинство вымерло или находится, ну, в очень примитивном состоянии. И, ну, то есть, ну, мало-мало последователей, немного информации сохранилось. Да, кто-то, может, является ещё носителем, но мало людей. Ну, и, соответственно, непонятно, как возрождать эту этнокультуру. То есть, ну, чтобы было много этногосударств таких, да, с этнокультурой своей собственной, которую они сами порождали, необходимо, ну, пиздец, как на самом деле запариться, чтобы всё это возродить, а без нормальной науки, это, блядь, ну, науки, в смысле, науки, да, филологии, гуманитарной всякой хуйни, это невозможно, а на тех территориях, на которых мы хотим это возрождать, чаще всего это и науки-то и нет. То есть, им придётся создавать однокультуру заново, по большей части, придумывать её с нуля практически, что уже в этом плане нас немножко тоже, ну, знаете, необходимость всего этого действия как-то от нас отбивает. Как-то вот так вот хотелось бы мне высказаться. Ну, например, мы русские, православие не наша религия, явно, да, мы, мы, не мы, это не мы её придумывали, не она у нас возникла, православие ещё много где есть, и вообще долгое время мы были подчинены определённому региону, да, ну, откуда, в общем-то, ну, религиозно были подчинены определённому региону, в этом плане духовно, да, у нас, ну, определённо духовная иерархия была, и русские были далеко не первые в этой иерархии. Так вот. Непонятно, да, русским нам тогда надо отказываться от православия, получается. Так вот, 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 о чём же я? О чём же я, да, о том, что будет довольно сложно, соответственно, возрождать эту культуру русскую, например, нашу, отказываясь от православия, которая развивалась много лет, больше тысячи, больше тысячи лет, придётся возвращаться к нашему язычеству, о котором мы знаем, ну, типа, ну, типа, блядь, от слова не очень-то и много, да, ну, то есть, прям вот последовательной, чёткой, стройной традиции, в которой всё, все по-везде понятно, там, строгая иерархия божеств, там, ещё что-то, их отношения, их функции, все досконально понятны, формы поклонения понятны и всем известны, у нас такого, ну, я не знаю, наверное, нет. Поэтому у нас куча всяких долбославов-шизов, которые все сами, ну, делают то, что они захотят, по сути, да, они придумывают, а, давайте придумываем, да, будут ролевые игры национального масштаба, именно, блядь, вот именно, то есть, будет толкинистика, блядь, будет толкинистика какая-то у нас, получается, мы выдумываем какой-то фэнтези, получится, и будем его каким-то образом воспроизводить. Просто, опять же, возвращение к тем традициям, о которых говорит маргинал, во многих случаях не представляется возможным, в основном из-за досилия ислама, буддизма, христианства, по всему миру практически, да, вот из-за этого крайне сложно на данный момент возродить огромное количество традиций, непонятно, на каких основаниях это делать. И непонятно, почему это вообще заслуживает нашего внимания, старания и труда, потому что, на самом деле, большинство вот этих вот этнических национальных государств будут пиздец как страдать и очень плохо будут себя ощущать. И если будут войны, а они, скорее всего, будут, ну, блядь, будут тотальные геноциды, соответственно. Ну, потому что мы русские, допустим, да, мы не современные русские, многонациональный народ, а мы русские там, да, без территории, прилегающих к нам, к сожалению, ужасные ужасы произошли. Мы их вернуть, может быть, даже попытаемся, а мы русские лучше, чем нерусские, получается. Значит, если мы сильнее, надо бить, сильно бить, тем более. А мы не хотим этого делать, мы же добрые. Мы-то настоящие русские добрые. А вот те русские из мира маргинала, они, скорее всего, захотят на ресурсы-то побороться. Ну, там, в Якутии какой-нибудь там ресурс, там вот эти вот ребята вот такие вот, ну, явно не русские, да? Ну, явно не русские ребята там живут. Ну, вот они там живут, и у них там ресурсов дохуя. А мы их лишимся. А хули, блядь? Хули. Пошли, короче, с этнической войной на них, чисткой, блядь, я не знаю. Мы не одобряем этнические чистки, я не одобряю. Но если вот мы будем жить в мире маргинала или в мире реструкта, ну, оно как-то так и будет, скорее всего, что будет крайне печально. Мы потеряем кучу жизней, кучу народа, даже без воин. С воинами еще больше, кучу разных форм взаимодействия проебем, экономику, блядь, посадим на кукан. И все, прекрасно. Прекрасный, замечательный мир хаоса и ада. Причем не просто хаоса и ада, который обоснован реальными этническими культурами, а хаоса и ада, который обосновывается, блядь, современной толкинистикой. Типа, ой, ебать, мы, блядь, древляне нахуй. Это такая вот хуйня, я просто даже не представляю, как это сделать. А как жили древляне, чего они поклонялись, какие у них там были традиции, какие молитвы, не молитвы, какие вот у них были ритуалы. А ты мне расскажи, а ты реально все это исповедуешь, как будто бы оно как там реально было? Ведь ты же не знаешь, как оно было. А, блядь, а, блядь, вот не знаешь, как оно было. Значит, маня-фантазия, значит, толкинистика, значит, просто кучка переодетых фриков шилов делают вид, что они делают что-то значимое, хотя на самом деле это не так. Ну, охуенно, достойно ли это всех проблем, которые последуют? По-моему, нет. Да, чтобы большинство населения было евреи. И это правильно. Так и должно быть. В этом нет никакого фашизма. Ну, это... Это литерный национал-поциализм, сорян. В этом нет никаких ущемлений, прав. Ничего ужасного в этом нет. Так должны выглядеть все страны. Все страны должны быть как Израиль. Потому что... А почему вы предатель расы? Здоровая страна, она выглядит вот-вот-вот именно так. То есть, вот есть некий титульный этнос. Этот этнос основной. Все остальные, в лучшем случае... Ему завидуют. Гости. В лучшем случае гости, а в худшем, блядь, их нет, и они мертвы, блядь. Поняли? Даже если им дать все гражданские права, они все равно будут гостями. Почему? Потому что мы уже взяли и обеспечили, что большинство населения будут представителями титульного этноса. То есть, ну, как, например, в Израиле это работает. У них есть евреи-ортодоксы. У них там по 8 детей на семью, даже больше. Они освобождены от налогов и службы бараби. То есть, они только изучают Тору и делают детей. Соответственно, не все эти дети, когда они вырастают, хотят оставаться в этих ортодоксальных комьюнити. Некоторые идут, получают образование, служат в армии, начинают платить налоги. Свобода. То есть, вот, сегмент, да, ультра-ортодоксальный сегмент израильского общества, это такая фабрика по производству евреев. Это правильно. Так это должно быть. И поэтому, вот, например, если Украина хочет быть именно Украиной, да, то есть, не там, не Рашка 2.0, не Польша 2.0, не еще там какая-то хуйня, а именно вот суверенная, короче, самостийная. Осуждаю. Украина, да. Украины не было, как бы, дефицита украинцев. И здесь дело не в том, что украинцы какие-то особо охуенные люди. Какие украинцы? Кто они? Дело не в каких-то расовых особенностях даже, или даже культурных. Здесь дело просто в том, что вот есть государство, оно, государство, страна, оно называется Украина. Да? И это государство, и это страна. Да мало ли какая страна, мало ли как она, собственно, мало ли как она, собственно, называется. Ну, мало ли по какому принципу она вообще основана. Я чё-то нихуя не понимаю. Страна. Это государство и страна украинцев, блядь. Согласен антибиотик. То есть, и для одного украинца, другой украинец, он должен быть, как бы, своим, да. То есть, я просто, это всегда прикольно, когда это приходится объяснять людям. Что, дело не в том, что у нас, вот, значит, как бы, там, мы считаем, что евреи пизже всех, и поэтому, вот, соответственно, в Израиле одни евреи должны быть. Да нет, дело не в этом. Дело-то вообще не в этом. То есть, кто пизже кого, это уже эта история потом покажет, на самом деле. То есть, было очень много охуенных этносов, которых просто не существует сейчас по той или иной причине. Зачастую, потому что они сами себя в могилу сводят. Это не важно, как бы, кто и кто пизже. Важно, кто свой. Почему нельзя делать так, чтобы все были своими? Ну, типа, why not? В чём проблема? Почему вот эта модель мира лучше, чем, соответственно, ну, например, космополитизм? Ну, типа, все свои. Всё общее. Всё у нас здесь общее. Все мы, короче, на одной и той же стороне, ребят. Как вам такая картина мира? В чём проблема интернационализма? Все свои ресурсы у кого? У всех. Ну, опять же, следует заметить, Ирина, что маргинал ничего про ресурсы не говорил. Соответственно, я опять же подчеркнул, когда рассуждал об этой же теме. А у кого ресурсы? А у кого, блядь, ресурсы будут? Ну, вот. Вот именно что, Ирина. При этническом национализме там отъём ресурсов будет заключаться не в том, что вы отпиздили какого-то бизнесмена, допустим. Или отжали его бизнес, или его победили. А будет заключаться в том, кто кого отпиздит. Да, ресурсы находятся случайно. Если кто-то нашёл, блядь, ресурсы, где-то находятся хорошие ресурсы. В Якутии, например. И вдруг нам, ребятам, которые... Ну, это национальное русское государство. Нам либо нужно захватить эти ресурсы. Либо позволить нашим соседствующим людям, которые к нам не очень хорошо относятся, скорее всего. Эти ресурсы, ну, соответственно, разрабатывать. И, ну, в общем-то... И, в общем-то, вот. И, в общем-то, вот. Да. Как-то заставить их с нами торговать, может быть. Ну, а проще всего просто их отпиздить, наверное, было бы. Да? Ну, самая простая методология взять, просто отпиздить врага. Особенно, если он слабее нас. И отхватить, ну, определенные территории. Мы осуждаем такой подход, на самом деле. Короче, я ХЗ. Короче, я ХЗ. Я, честно говоря, не знаю, какой подход лучше. Но пока маргинал даже близко не стал показывать. И не решился это делать. Ну, почему? Почему именно этот подход? Он говорит, а что, блядь, надо объяснять? Да, надо. Блите-литер или надо? Понимаете, в чем дело? Это как если бы я начинал с того, блядь, это что, надо объяснять, что наука хуйня? Знаете ли? Это что, нужно еще объяснять? Ну, что за глупость? Лупа. 2 евро с покрытием комиссии. Первый вопрос. Национальность это какая-то залупа, как ее выяснилось? У меня в роду были немцы. Это не значит, что я немец. Я буду таковым, если себя буду считать немцем. Любая национальность это идея. Живите дома. Что значит дом? Мой дом Зимбабве. Но африканцы так не считают. Кто прав? Национальность это советское понятие, и по-нормальному это называется этнос. Есть этнос и есть раса. И то и другое является не самоопределением, не мнением конкретно взятого человека, а фактом. Фактом биологическим, фактом генетическим. Если у тебя оба родителя русские, ты русский. Если ты не россиянин, не расложившийся русский. Если у тебя оба родителя китайцы, ты китаец. То есть, есть такая позиция, расовый реализм. Расовый реализм это безумная идея о том, что у двух родителей китайцев не может родиться чернокожий ребенок. А если родиться, то, соответственно, мама китаянка должна будет что-то объяснить папе китайцу. Безумная идея, я понимаю. То есть, дикость конченая, конечно же, самоопределение решает. В плане того, что значит дом? Дом это там, где эволюционировали твои предки. У белых людей белая кожа, потому что белые люди эволюционировали в Европе, где просто эволюционно выгоднее иметь светлую кожу. Потому что она облегчает гигиену, в принципе, потому что ты грязь сразу видишь. Но также на нее иначе воздействуют ультрафиолетовые лучи, и ты вырабатываешь больше витамина Д. Поэтому, соответственно, когда представители субсахарно-африканских рас оказываются в северных широтах, они испытывают острый дефицит витамина Д. Им надо его отдельно принимать, например. А почему черные люди черные? Да, только опять же, тут с одной стороны речь шла об этносах. Почему-то, когда мы начали обосновывать этносы, маргинал почему-то перепрыгнул на расы и цвет кожи. Что-то как-то неудобно, да, получается? Как-то вот совсем неудобно. Хотелось бы про этносы конкретно услышать. Как вот два соседних этноса друг от друга, например, отличаются? И насколько радикальны эти отличия с генетической точки зрения? И что вообще происходит, когда представители этих этносов взаимно спариваются, соответственно, да? Особенно, когда какой-то колоссальной разницы не видно, но вроде бы этносы-то два разных. Ух, непонятно. Черные, потому что, когда ты живешь в африканских широтах, тебе выгоднее иметь черную кожу, как способ, в общем-то, избежать... Ну вот, чем украинцы, например, да, этнос украинцы отличаются от русских? Вот-вот, первая посылочка. Первая посылочка с деньгами, как говорит Бояршинов. Вот как отличить генетически, генетически вот это точно русский, вот это точно украинец, например? Ну вот, 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 как бы берем. Ладно, наверное, мы можем отличить русского, который в Бурятии живет от того, кто живет где-нибудь там во Львове. Хорошо, допустим, да. Стоп, в смысле язык. Язык генетически не прописан, Андрей, да? Генетически, генетически. То есть, у нас все генетически здесь, наука, биология, все дела. Поехали. Ну, давайте, короче, смотреть, вот, где они там русские, где они не русские. Западные украинцы русские пишите? Допустим. Но тогда есть граница тоже между западными украинцами и там, не знаю, какими-нибудь центральными украинцами, где-то вот она там вот, наверное, проходит, где там не до конца понятно, а кто из них там русский, кто не русский, кто украинец, кто не украинец. И, соответственно, ну, вот как-то вот, как отличать, потому что формы очень много будет разных. И почему мы тогда так неутонченно делимся? Насколько маленькими должны быть эти этнические государства, чтобы вот эти вот этнические объединения были, ну, реально генетически унитарны? Насколько они не должны перемешиваться вообще? Потому что, ну, на Украине, например, как и в России, у нас люди все вот взаимно перемешиваются. Так, в принципе, нет, он говорил, что это этнос и может стать этносом. Вот. А как о чём здесь статистика, Владимир? Нам нужен точный критерий, как отделить русского от не русского, ну, русского от украинца, например. Как-то вот так. Но мы обсуждаем маргиналы, Ирина, в данном случае. Мы хотим узнать, мы хотим понять эту сложную вещь. Как-то слишком сложно. Ладно. Ну, на примере РАФ, ну, блядь, это, конечно, полный пиздец. Это то же самое, что, я не знаю, там говорить. Ну, например, есть белые люди, нахуй, а есть собаки. Понимаете? Вот собаки и люди, нахуй, отличаются. Хотя эволюционно они появились в одном едином процессе, конечно. Ну, вот есть люди, а есть, блядь, собаки. Ну, охуеть, что? Хороший пример. Собаки и люди должны жить, блядь, отдельно. Я не знаю. Почему-то при этом. Ху его, блядь, знают. Просто должны жить отдельно. Не важно почему. Ладно. Нет, с другой стороны, люди тоже собак иногда ебут. Ладно, я шучу. Боже. Вообще не шучу, это правда. И так далее, и так далее, и так далее. И нет ничего плохого в чёрной коже. Black is beautiful. Отличные люди. Обожаю чёрных. Поэтому я хочу, чтобы чёрные были. Если, шутка и ща-то, если у китайники родится пёсик, то у мужа китайца возникнет вопрос, блядь. Это правда, действительно. Ну, вообще, был такой христианский святой, вроде Святой Кристофор, у которого собачья голова. Вот вопросик там есть. Понимаете, в чём дело. А если все смешаются, и вся планета будет китайцами, тогда чёрных не будет. Вот почему вы хотите, чтобы не было чёрных? Почему вы их ненавидите? Объясните мне, пожалуйста, сторонники смешения. Потому что мы любим китайцев. Понимаю я вас. Собственно, поэтому я за Израиль. То, что люди, чьи предки эволюционировали на Ближнем Востоке, должны, не могут, а должны находиться на Ближнем Востоке. Они должны. Ну, так я считаю, что у этносов тоже нет... Во-первых, детерминированные географии и культура, это, по-моему, очень, опять же, манифантастичные представления маргинала. То, что они детерминированы географией. Ну, короче, манифантазия. Есть некоторые аспекты, которые детерминированы географией, а есть те аспекты, которые географии не детерминированы. Ну, например, некоторые обряды, ну, вы не сможете проводить тупо на улице, если у вас холодная погода. Там, не знаю, 99% времени, если вы просто выходите. Ну, вы, например, не можете помолиться на море, на пляже, там, голым расплескаться, там, распластаться. Вот такие вот практики, они будут не привязаны. Вот. Но, ну, то есть они, наоборот, будут географии привязаны. Они будут привязаны к географии некоторые такие культурные практики. Но, блядь, относительно почти всего остального, то есть того, что реально действительно важным является, да, тут, конечно, большой вопрос, насколько это географически детерминировано. Это во-первых. Во-вторых, этносы со своими культурами, ну, это, конечно, довольно мило, опять же, довольно мило. И, может быть, у некоторых этносов действительно были культуры, но фактически на протяжении истории мы скорее наблюдаем такой процесс, что какие-нибудь культурные влияния захватывают сразу несколько этносов. Ну, как бы, у нас слишком много разных государств было за всю историю человечества, когда у нас, собственно, этносы помещались внутри другого какого-нибудь большого государства, и ввиду этого всё уже давно как бы перемешалось, и огромное количество взглядов исчезло. Короче, яхэзэ, яхэзэ, этнические культуры становятся национальными, пишет Ирина. Да ну. А вот в России как оно происходит? Вот наша этническая культура, которая, по сути, не православная, языческая, неожиданно, она стала национальной? Nope. И во многих случаях нет. Короче, у маргинала довольно странные взгляды, их действительно нужно объяснять, потому что нихуя непонятно. Ну, это прежде всего своим предкам. Ну и допустим, всё так, как он говорит. Вопрос. Какая разница? Вот финальный вопрос, просто финальный вопрос, просто финальнейший вопрос, который может быть здесь. Допустим, всё так, генетические культуры тоже, там, не знаю, географически детерминированы. Окей, допустим. Вопрос. Нахуя тогда нам всё равно этнический национализм в разных странах? Нахуя? Зачем? Нахуй нам нужен этнический национализм? Нахуй нам это надо? Во всём мире, чтобы все государства стали этнически национальным? Я уже сложности указал. Я уже сложности указал, которые возникнут при создании этнических государств разных таких вот. Ну, по крайней мере, главная причина заключается именно в том, что мы их реализовать уже не сможем, мы проебали время. Это надо было сколько тысяч лет назад? Это много тысяч лет назад надо было организовывать. Причём в разных случаях по-разному, да? Вот, к сожалению. То есть, мы уже упустили моменты на самом деле. И ввиду этого, ну, у нас получатся не этнические национальные какие-нибудь ваши суперкрутые культуры, да, государства, города-государства этнические суперкрутые, суперклассные. У вас получится ДНД, блядь, игра в Толкиновские, блядь, вот эти вот поебушки, где вы, короче, бегаете, переоделись во всяких там эльфов, орков, блядь, пуйорков. Я не знаю, как вы там друг друга называете. И прочие этносы, как так скажем, да? Ну, и по приколу. Ну, и по приколу, короче, переодетые там гуляете, поклоняетесь своим каким-то выдуманным богам, которых вы уже, ну, традицию вы уже давно потеряли. Традицию вы давно потеряли. Следовательно, вы просто, ну, в мане фантазируете какую-то новую традицию ебаную. И уга-буга-пипи-пупу, короче, играете в Толкина, в лесных эльфов, там, я не знаю, в Мордорских орков и так далее. В абсолютно выдуманных, ни ради ничего не нужных. И это всё ухудшает общую жизнь всех людей, собственно. Скорее всего, ухудшит и медицину. Ну, просто потому, что многим культурам, ну, например, наука вообще не нужна. Только евреи – это люди с европейскими генами частично. И это тоже, да. Но там разные евреи. Там есть и Сефарда, и Мизрахи. А давайте их ещё тоже разделим, а то как-то неэтнично получается. Как критерий деления. Как, ну, генетически, генетически. Слово генетически, как заклинание у нас здесь работает, да? А есть трое, а потом, оказывается, есть разные евреи, у них разная генетика. Еба-евать, блядь! Таки, Марго, хули ты пиздишь? Таки, что ты несёшь? По евро с покрытием комиссии. Если родители русские, то ты русский. В то же время ты говоришь, что если кто-то ещё был в роду, то можно перестроиться. Хорошо, до какого колена смотреть? Ну, вот тут ошибка, это апелляция к континууму, да? То есть, в какой момент А переходит в Б? Сколько нужно зёрен, чтобы мы могли назвать коллекцию, да? Конкантенацию этих зёрен. Нет, Марго, какой критерий, короче? Просто слово генетически, оно на людей с интеллектом. Ну, у людей, у которых присутствует интеллект, оно не работает. То есть, да? Вот для быдла, может быть, сказать слово генетически, да? Заклинание, оно так, пшух, вжух, блядь, вжух, генетически, а, генетически, всё понятно, да? Но если так посмотреть, что это вообще значит? Что значит генетически? Как отделить их, генетически русских, от, допустим, тех же, там, опять же, украинцев, белорусов, русские белорусы, например? Вот как мы их отделяем? А люди, которые на границе между Белоруссией и Россией живут, вот как они? Они сильно там отличаются, не сильно, даже по-разному. С учётом, что ещё в Советском Союзе все там переезжали в разные стороны. Нормально там с миграцией было внутри СССР. Так что тут ещё, соответственно, такие вещи наблюдаются. С учётом, что многие русские, ну, у нас очень довольно смешанные, так скажем, гены. При том, что к нам и украинцы приезжают, и наших женщин. И наши женщины куда-нибудь там приезжают. И белорусы к нам приезжают. Вот, например, я не знаю, вот знаете Тимура Процкого, Короче? Белорус же, блядь, белорус нахуй. Приехал и выебал нашу девчонку, русскую Катю. Пиздец. Пиздец, блядь, ребят, пиздец, сука. А как жить теперь? Может, дети у них появятся. Кто он будет? Русабел, может быть, блядь? Сука, я не знаю. А куда его тогда этого, ну, как бы их ребёнка, возможного, дети? Что с ним делать с этим ребёнком-то в таком случае? Ну, если он русабел какой-нибудь. Ну, куда его, куда его дети? Кому он нужен-то? Он не подойдёт ни к одному из этих этносов, по сути. А у нас уже всё перемешано. У нас белорусы живут в России, русские в Беларуси. Украинцы там тоже, где попало, живут. Там, я не знаю, я нескольких украинцев в Питере сейчас знаю. Короче, как быть? Что делать? Ну, это причём, ну, ладно, белорусы русские. У нас тут и всякие татары, не татары. Вообще, все подряд вот здесь вокруг везде обитают. Там и вот эти вот ребята, дагестанцы, аварцы, беляши, короче. Все, короче, беляши, хачапури, блядь. Все приехали, короче. Все здесь живут. Все в Санкт-Петербург приехали. И все, короче, в Москва, Санкт-Петербург, короче. Все, короче, тут уже. Что делать? Что делать в такой ситуации? Расскажите мне, пожалуйста. Где найти русскую жену, блядь? Сколько элементов должно быть в множестве зёрен для того, чтобы мы назвали это множество кучкой? Да, блядь. Покажи мне, блядь, ген русского. Ген русского покажи, пожалуйста. Чтобы тебя можно было назвать. Покажите мне поток ген русского, пожалуйста. Я просто не знаю гена русского. Вот если у тебя одна волосинка на голове, то ты лысый или нет? Это всё бессмысленный спор. До какого колена надо смотреть, чтобы понять, что я не зимбабвиец? Ну, а формально, а где, как, до какого колена надо смотреть, что он не зимбабвиец, например? Вдруг он нигереец? Или вдруг он в Алжире вообще, да? У него большинство родственников в Алжире. А, в классификации ген восточных славян русский, белорусский, украинский. Он уже отделил рука и украинцев от русских. Понимаете, в чём дело, Владимир? Почему-то он, как дурачок, при этом делает вид, что, ну, как бы, о, зимбабвиец. Как отличить русского от зимбабвиеца, блядь? Или китайца, блядь, от нигерейца, ебать. Проблема-то не в том, что мы должны отличать вот этих от вот этих. Проблема в том, что мы должны как-то распределить, отделить вот русских от белорусов, от украинцев, там, от поляков, хуяков, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, у нас тут колоссальная, короче, такая структура появляется. И, например, если на той или иной территории живут люди, которые там и одновременно, ну, родственники русских и китайцев, например, где-нибудь на границе, что с ними, блядь, делать, куда их девать? Ну, куда их девать, короче? Ну, их убивать надо, я не знаю, не одобряю убийство людей в данном случае. Что с ними делать? Как поддерживать чистейший русский этнос? Ну, как? Как нам быть? Как нам быть, ребята? Куда нам стремиться в данном случае? Непонятно. Блядь, ну, если ты докопаешься достаточно глубоко, вот, исследуешь своих предков, то ты поймешь, что ты-то на самом деле рыба, блядь. Или какое-нибудь земноводное, или что-нибудь в этом роде. Ну, короче, иными словами, все аргументы такого рода, то есть, сколько нужно, блядь, до какого колена, блядь, какой цвет, какой оттенок кожи... В чем заключаются генетические критерии, короче? При всех словах, которые были сказаны выше, что там украинцы, у них там может быть отдельный этнос, допустим. В чем критерий генетический? Просто сказать слово генетика мало, оно не работает. Ни в каком дискурсе не должно работать. Просто упоминание генетики не должно, знаете, производить у вас впечатление, ну, типа, вау, блядь, какой он умный, нахуй, ууу, блядь. Просто если мы генетиков позовем, они нам скажут, что, ну, там, не знаю, вот популяция, она перемешанная у нас, и тут перемешанная популяция, там, где-то больше чего-то, где-то меньше, статистически. Если хотите чистые популяции, ну, тогда надо вот эту кучку людей убить, эту убить, вот эту убить, например, ну, или изолировать, выгнать. Я не знаю, что с ними сделать надо. Ну, вы понимаете, если мы генетиков настоящих позовем, они, наверное, ну, как-то, как-то очень сложно все это будут объяснять. Не так просто, как маргинал. Не, генетики, к счастью, не являются этно-националистами, но если вдруг генетиков попросят по этому национальному признаку разделить людей, посмотрим. Да, вот, длительное время бы их просто не существовало. Но, с другой стороны, а какая кому нахуй разину не существовало, а теперь существуют. То есть, можно, да? Просто бахать этносы с нихуя. Ты же даешь советы русскими, как быть русскими? Нет, не даю. Хуй знает кто. 100 рублей. У меня в роду есть армяне, азеры, русские, укры, молдаване. И это только то, что я знаю. Где я должен жить, судя по твоей же теории. Ага. В аду. Ты спрашиваешь меня, где ты должен жить. Где ты должен жить. Я считаю, что ты, конкретно ты с этим вопросом, да, про то, где ты должен жить, должен жить под шконкой. А-а-а-а-а! Потому что любой человек, который спрашивает незнакомого мужчину о том, что он, попрошающий, то бишь... Мужчину. Должен делать со своей жизнью, блядь. Нет, он спросил, согласно твоей шизотеории. Он не спросил тебя, где ему жить. Он спросил, что ему делать, согласно твоей же теории, конкретно на его примере. Это другой вопрос. Маргинал опять не понял. Опять не понял, донат, сука. Идём дальше. Спасибо за 100 рублей. Мне только одно оптимальное для себя место, это под шконкой. Не надо спрашивать незнакомых людей, что ты должен делать. Ты мне нихуя ничего не должен. Это грандомный хуй в интернете, и я тоже. Это важно. Это, блядь, важно. Если ты этого не понимаешь, то у тебя какие-то проблемы с головой. Лупа. Два евро с покрытием комиссии. Хуёво написал в прошлый раз. В высказывании «Живите дома». Ты дом делишь на расы, слышь, этнос или на что? Ну, смотри, расы, они не берутся из космоса, из ниоткуда. То есть, это лупит с неба божий бич, этнос и субрасы. То есть, это не так устроено. То есть, есть эволюция. Люди, как и любые животные, подстраиваются под окружающую среду. Вот разные расы, они приспособлены для проживания. Ну нет, не подстраиваются, чувак. Ты неправильно рассказываешь. Они выживают или умирают в соответствии с той или иной средой. То есть, здесь буквально не они подстраиваются, а среда подстраивает во многом. Тут неправильно расположены, в общем-то, вектора действия. Неправильно они прилагаются. Потому что у нас организмы меняются не по... Как там другая теория эволюции была, которая до Дарвина называлась? Это ламарк, да, ламарковская теория эволюции, в которой, соответственно, буквально люди, животные подстраивались под ситуацию. Вот жираф видит там наверху жратва. Он буквально тянется к ней, она растет. Там еще тянется и опять шея растет. То есть, еще тянется, а шея все больше и больше и больше становится. Все больше и больше и больше шея становится. Вот он подстраивает. Вот этот жираф реально подстраивается и генетически как бы передаёт свой материал дальше, передаёт по наследству всё это. Вот такой вариант есть, эволюции был. Но современная теория эволюции, она не об этом, к счастью или к сожалению, но она работает не так совершенно. То есть, происходят случайные и не случайные мутации. Кто не проходит игру на выживание, тот умирает. Пока. Все зверюшки, которые не подходят сюда, вымерли. Ну или не то, что те, кто не подходят. Те, кто вымерли, те и вымерли, конечно. А те, кто не вымерли, те остались жить и продолжают оставлять своё потомство на данной территории. С чем их можно, собственно, поздравить. Спасибо, спасибо, вы молодцы, вы выиграли нашу лотерею, вы очень крутые, соответственно. Ну да. Тут вектор просто немножко не в ту сторону расположен. Я понимаю, что обычно в научпопе там каком-нибудь и даже некоторые обычные учёные, они подобным образом выражают эти мысли. Но фактически-то оно устроено в их же представлениях, в представлениях этих учёных именно вот так, как я описал. Я очень упрощённо это описал, но устроено это как-то так. Вот, ну вы поняли. Доебался до слова, я знаю, я умею. Это описание в разной естественной среде. Значит, при этом любой этнос представляет из себя, ну как бы, субрасу, да, то есть как разновидность внутри породы. Если раса это порода, как у собаки, да, например, есть порода шпиц, а есть более конкретная порода внутри этой породы, да, померанский шпиц или финский шпиц. Вот, у людей есть раса, например, белая, и есть этнос внутри белой расы, значит... Я просто напомню, что уже тот же, уже тот же как бы Дробышевский, Пепанчин, кстати, они выпускали видео, которые вот эту вот самую теорию рас, как бы... В современной науке, если я не ошибаюсь, всё с точки зрения рас сейчас особо и не рассматривается. Расы, да, это своеобразная арбитрарная хуйня, с одной стороны, и куда удобнее, ну в современной биологии, как я понял, всё рассматривается с точки зрения не столько рас, сколько популяций. Ну и популяции могут быть довольно разные. Ну, например, я не знаю, раса темнокожая, да, сколько там у нас, как это у нас классическая теория расы, она выглядит у нас там 4 расы, у нас там темнокожие, там белокожие, азиаты, там, и кто ещё? И кто ещё? Что-то я позабыл, неважно, короче, вот у нас расы, да, такие мало. Но тут другой вопрос неожиданно возникает. Вот у нас есть расы темнокожих в Африке, а есть расы темнокожих, ну, допустим, в Австралии, или, допустим, там в Папуа, Новая Гвинея, там и так далее. У нас куда больше, не знаю, фактов, которые нам помогают предположить родственность, например, вот людей, я не знаю, вот в этой, в Африке, в Африке какой-нибудь... Да-да-да, индейцы, австралоиды четвёртые, окей, 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 окей. Ладно, хорошо, если австралоиды, которые тоже там темнокожие четвёртые, тогда эта проблема изымает, но не изымается на самом деле. Всё равно всё устроено значительно тоньше, и обычно всё рассматривают с точки зрения, так скажем, популяции. По крайней мере, как я понял, это просматривая всевозможные современные видео, связанные с данной проблемой, ну, вы мне их заказывали в том числе. Ну, то есть, просто взять и разделить всё на 4 расы, или на сколько там рас, ну, не особо актуально сейчас. Ну, то есть, несмотря на то, что я, например, сомневаюсь, да, во всяких там теориях эволюции и прочей другой научной хуйне, но маргинал-то он за науку, так скажем, да, а за науку-то он не отрабатывает, к сожалению. Как и большинство шизоправых, у него своя наука, у него своя наука со своими какими-то определёнными представлениями, которые, ну, защищают его собственную политическую шизофрению, соответственно. И это печально, и это серьёзно печально довольно-таки. То есть, у него биология, у него биология не от биологов, у него биология от других националистов, там, вот этих вот всяких вот ребят. А, вот, например, ты можешь быть там немец, а конкретно шваба, к примеру. А ещё, ещё можно, да, ещё ниже. Значит, или ты можешь быть из какого-то там, не знаю, неважно, из того или иного региона в Европе, но при этом белый, да, может быть, чуваш, тоже, кстати, этнос, тоже, кстати, белый. Несоответственно, этносы... Насколько тонко надо всё это организовывать, вопрос. То есть, у немцев должно быть своё государство, или у швабов должно быть своё государство? Этическое. У кого должно быть своё государство? Я не понимаю. Ребят, у кого должно быть своё государство? Расскажите мне, пожалуйста, я пока не могу догнать эту гениальную мысль. С этносом уже, помимо чисто генетического компонента, чисто генетического, есть и так называемая культурная составляющая. То есть, отдельным этносом уже, как правило, свойственна некая культура и некий язык. А если не свойственно? Ну или, опять же, если одна культура подчиняет сразу кучу этносов. А если одна культура может подчинять кучу этносов, почему нас тогда и ислам и христианство не устраивают, которые хотят подчинить все этносы и к этому стремятся? Ррр. Я не понимаю. Я всё ещё не понимаю, почему это должно быть устроено, так как Маргинал описал, просто потому что я не вижу пока у этого плюсов. Он не описал плюсы, почему это хорошо. Дома хорошо, он сказал. Дома пиздато. Ну, дома может быть действительно пиздато, но на самом деле там по-разному тоже может всё случиться с этим домом. Вдруг у тебя какая-нибудь мутация неудачная произойдёт или заболевание возникнет, которое будет затруднять твою жизнь дома. Например, на севере. Или, например, на юге. Допустим, произошла какая-то мутация, которая тебе, ну, например, не знаю, ухудшает, не знаю, твоё взаимодействие с Солнцем, а ты живёшь на ебучем экваторе. Ну, пизда тебе, соответственно. Ты либо уезжаешь оттуда, либо тебе пизда. Конец. Как-то так. До свидания. И там, не знаю, гормоны не вырабатываются, всё, пиздуешь нахуй, либо умираешь. Дома хорошо. Но не для всех, оказывается. Даже не для всех внутри того или иного этноса. Ну, для большинства, но не для всех всё же. Которые уже не в процессе. Более того, я также, наверное, замечу, что эволюция работает немножко не так, что вы прям, знаете, идеально приспосабливаетесь к условиям. Вот вы там, белые, возникли на территории, где живут белые, и вы идеально к этой территории приспособлены. Да нет, скорее всего, приспособиться можно было бы и лучше. Ну, например, удивительно, что у белых шерсть не вырастает. Например, у каких-нибудь там викингов, что они вообще, блядь, не медведи какие-нибудь шерстяные. Потому что, ну, с шерстью было бы жарче, удобнее и более приспособлено. Да, и на ногах там не вырастают какие-нибудь колья, чтобы, блядь, ходить по снегу, например, я не знаю. Ну, то есть, опять же, да, тут речь не об идеальном приспособлении, а просто о том, ну, кто выживет на данной территории. А выжить может даже не самый приспособленный. Возможно, для определенного этноса, который живет, например, на глубоком севере, куда удобнее было бы жить поюжнее немножко, где потеплее. То есть, и здесь мы можем выживать, как бы, и здесь мы можем размножаться, да, и здесь мы можем выживать, и здесь мы можем размножаться, но лучше бы мы жили южнее. Как-то так. То есть, опять же, важно заметить, что не для каждого этноса та территория, на которой он проживает, является прямо идеальной. Это единственный сам факт того, что этот народ, эти люди проживают на данной территории. Единственное, что это обозначает, это обозначает то, что они на этой территории могут выживать и размножаться. И больше, на самом деле, и ничего. Ну, выживаем, размножаемся, и где-то плюс-минус в плюсе находимся, ну, хотя бы в небольшом плюсе. Иногда, может быть, где-то вот удерживаем на каком-то там небольшом количестве вот нашу вот эту вот группу людей, да, ну, то есть, ну, как минимум, не умираем мы здесь. Ну, это всё. Вот, вот, что это обозначает. Это не значит, что нам здесь пиздато. Нам пиздато, может быть, вообще в другом месте. Может быть, несколько, ну, более мягкий климат нам бы, наоборот, оказался куда более удобным, прекрасным, замечательным, мягким и так далее, так далее, так далее. Так что, и здесь даже с Маргой я бы не согласился категорически. Ну, вот как-то так. В процессе генетического отбора, в процессе отбора культурного. При том, что в обратную сторону это может работать, в том плане, если вы из довольно такого умеренного, ну, неумеренного, тропичность, и вы из тропического климата, достаточно влажного там какого-нибудь, достаточно, ну, не очень жёсткого, не очень жёсткого, но при этом тропического. И вдруг вы переезжаете на ёбаный крайний север, где вам действительно там может быть очень плохо. Ну, то есть, то, что я сказал до этого, не отменяет вот последующего факта. То есть, естественно, отбор среди традиций. Тоже приспособлены к той среде, в которой этот этнос проживает. Но, Владимир, это не значит, что Чукчем сейчас, да, при современных там технологиях и условиях, и при современном обилии пищи, продаваемой в магазинах, куда лучше живётся на той территории, ну, вот на севере. То есть, при всех своих особенностях, они могли бы куда лучше и куда комфортнее существовать где-нибудь, ну, в общем-то, южнее значительно. Почему бы и нет? И вот это сочетание того, что тот или иной этнос, как, в общем-то, такая расовая подгруппа, он одновременно и генетически, и культурно приспособлен к проживанию в каком-то конкретном месте. И... Но это неправда. Ну, как приспособлен? Приспособлен означает не умирает здесь и размножается. Вот, не умирает и размножается, ну, охуеть, круто. Гармония в нашем мире будет тогда и только тогда, когда люди, происходящие из тех или иных широт, будут в таких-либо аналогичных широтах жить. Ну, Чук-чук, окей. Ну, это тогда минус, видите, Владимир. То есть, они могли бы жить где-нибудь получше. Причём, опять же, маргинал говорит про широты и не широты, но климат, он тоже, ну, как бы... Ну, его можно тоньше поделить между широтами ещё параллельно. С такими же людьми, как сами. Вот тогда действительно наступит всеобщее благорастворение. Это благорастворение. Кряк просто, да. Это идеальное общество называется. Пиздец, а как его организовать? Я всё ещё уверен, что это куда менее реализуемая штука, чем коммунизм. Вот, сорян. Я в коммунизм больше верю. С моей точки зрения. Идеалы, они на то и идеалы, что они недостижимы. А-а-а. Ну, поэтому мы выбираем такие идеалы, которые недостижимы вообще принципиально. Которые буквально являются вообще невозможными. Хорошо, принято. Ну, пытаясь достичь недостижимого, достигаем достижимого. Чему лучше коммунистов, алё?